Когда обращается с просьбой «Скажи мне только честно», с ужасом понимаешь, что сейчас придется много врать. Пришла квитанция затопления. Кажется, меня перепутали с городской баней. Женщина за рулем, что звезда в небе. Ты ее видишь, а она тебя нет. Нас в детстве не могли загнать домой, чтобы мы хотя бы поели. Теперь детей не могут выгнать из дома, чтобы они хотя бы подышали. Вовочка сидит обедает, видит на столе торт и спрашивает маму. Мам, а этот большой кусок торта ты для себя оставила? Нет, для тебя. Это мне такой малюсенький кусочек. Купил хваленую немецкую соковыжималку, а она сломалась. А много сока ты выжил? Да чуть-чуть. Яблочного и апельсинового. А вот на березовом она и накрылась. Фразу «Не трогай это на Новый год» теперь приходится говорить самому себе, когда заглядываешь не в холодильник, а в кредитку. Жесть, ты прикинь, меня в чате забанили за то, что я там долго не появлялся. Да, обнаглели. Меня в универе по этой же причине забанили. В магазине спрашиваю продавщицу, почему в продаже такие маленькие яйца? Отвечаю. Я передам курам ваши претензии. Ребята, сделайте мне, пожалуйста, замом министра чего угодно. Мне чисто ипотеку закрыть и всё. Я дальше сам уволюсь, обещаю. Я всё просчитал. Чтобы закрыть ипотеку, мне на таком посту потребуется 17 секунд. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...